Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. Несколько убийств, разбоев и пропажи ребенка. Каковы последствия новогодних праздников? Контроль усилится. С начала Нового года на польско-российской границе начинаются тщательные проверки автомобилей. Массовое отравление японской кухней. Сразу 16 человек попали в больницу, отведав роллы в одном из ресторанов города. В столице страны по низким ценам программа субсидирования полетов возобновляется. Большие скидки и на ярмарки красоты и здоровья. У калининградцев остался один день, чтобы купить эксклюзивные товары на православной выставке. Здравствуйте. В эфире Первого городского служба новостей город. В студии Вероника Сухачева и главной теме. 25 пожаров, 3 убийства и побег несовершеннолетний. 9 января закончились новогодние праздники и правоохранители подвели итоги. Самой резонансной новостью в интернете стало неоднократное нападение на таксистов. Чем еще для калининградцев запомнились новогодние каникулы, расскажет Кристина Булыцына. Неожиданную находку обнаружили 3 января около 12 часов дня. Случайные прохожие нашли в Канаве за башней Врангеля труп неизвестного мужчины. Он был только частично одет. Сегодня утром в сквере за центральным продовольственным рынком был обнаружен труп неизвестного мужчины. У мужчины было перерезано горло. По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин, который подходил по приметам. Гражданин был задержан, доставлен в отдел полиции. Казалось, что ранее этот гражданин был неоднократно судим. Подозреваемого в убийстве задержали и уже открыли уголовное дело. А это фотография воспитанницы школы-интерната Валерии Грибовой. Уже больше недели 14-летнюю девочку ищет полиция, волонтеры и сами педагоги. В ночь на 1 января она сбежала из интерната. Лишенная родительских прав, мама Валерии пообещала навести девочку 31 декабря. Но обещание не сдержала. Это и стало причиной побега, уверены преподаватели. Девочка по характеру, по своему психическому состоянию, очень сложная девочка. У нее очень большой асоциальный опыт жизни. Она склонна к бродяжничеству. Она находится под постоянным наблюдением врачей и психиатров. Поэтому искать несовершеннолетнюю нужно, по словам воспитателей, не на центральной площади города, а в районе рынков, кладбищ и стоянок таксистов. Фотографии Валерии Грибовой будут развешаны по всему Балтийску. Сегодня стало известно, по предварительным данным она находится именно там. Всем же, кто располагает какую-либо информацию о местонахождении девочки, просим звонить по телефону, который видите на своих экранах. По сравнению с прошлогодней статистикой, преступлений в этом наступившем году было значительно меньше, чем в прошлом. Так, в 2012 году их насчитывалось 9, а в 2013 – 5. Минувшие выходные и праздничные дни Следственный комитет по Калининградской области возбудил три уголовных дела по статье убийства. Все эти преступления были совершены на бытовой почве и все, так же, как и в прошлые годы, в состоянии алкогольного пьянения. Все подозреваемые в совершении этих трех преступлений задержаны. И сейчас расследование по всем трех уголовным делам продолжается. Сотрудники же МЧС утверждают, что в празднике было относительно спокойно. За прошедшие праздничные выходные дни на территории Калининградской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Также удалось избежать каких-либо происшествий на объектах с массовым скоплением людей, в местах использования пиротехнической продукции. Всего же за праздничные дни было зарегистрировано 25 пожаров, 11 из них в жилом секторе. Помощь оказана более 40 жителям Калининградской области. К сожалению, одного человека спасти не удалось. На водных объектов происшествий также не зарегистрировано. А вот для многих молодых мам эти праздники стали, по их же словам, самыми запоминающимися в жизни. В новогоднюю рождественскую ночь родились 22 малыша. В эту ночь новогоднюю количество наших деток родилось, в эту ночь родилось 9 детей. 6 детей родилось у нас 31 числа до 12 ночи, и 2 деток появились на свет после 12 ночи. В рождественскую ночь у нас родилось 11 детей. В прошлом году немножко больше, 13. Так что ровно в 12 у нас никто пока не родился. Но, с другой стороны, очень приятно, что дети родились здоровыми все. И это счастье материнства. Подводя итоги, можно сказать, что в эти новогодние каникулы не было трагедий, связанных со взрывом некачественной пиротехники. И как добавляют сотрудники полиции и МЧС, и слава Богу. Кристина Булыцына, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. Если для правоохранителей новогодние праздники стали серьезными рабочими буднями, то для большинства калининградцев они превратились в дополнительный отпуск. Как настроить себя на рабочий лад после длительных праздников, расскажет психолог Евгения Адегова. Прогуляться, сходить в парк, может быть, на каток, куда-то выйти в город, подышать свежим воздухом, может быть, навести дома какой-то порядок. Ну, ввести себя усилием, через усилие ввести себя и свое тело, свой организм в какую-то трудовую деятельность, трудовой режим. Потихонечку, постепенно. Я думаю, это единственный возможный способ более-менее подогнать себя и настроить на трудовой лад. Пьяных водителей лишат прав пожизненно. В Польше стали бороться с нетрезвыми автомобилистами. Такую меру премьер-министр республики Дональд Туско предложил после трагической аварии 1 января. Пьяный водитель сбил насмерть 6 человек, в том числе одного ребенка. Отныне водители, которые в нетрезвом состоянии сядут за руль и станут виновниками ДТП со смертью или тяжелыми увечьями, будут лишаться прав навсегда. В иных случаях, попавшись первый раз подвыпившему автомобилисту, придется заплатить 5000 злотых. При повторном инциденте минимум 10, а это 100 тысяч российских рублей. Кроме этого, польское правительство принудит автомобилистов приобретать алкотестеры. Мера о принудительном, обязательном в снабжении каждого автомобиля алкоматом, алкотестером. То есть, речь идет о том, что эта мера планируется принять с 2015 года, то есть через год полностью ввести, как обязательно, как аптечка автомобильная, чтобы в каждом автомобиле был алкотестер. Напомним, сейчас управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Польше считается преступлением. Тем не менее, нетрезвых водителей ловят на дорогах соседней республики каждые выходные. На неоправданный риск порой идут и калининградцы. Так, в новогоднюю ночь в Эльблонге был задержан житель Калининградской области, в крови которого обнаружили 2,5 промилля алкоголя. И в продолжение темы. Легковые автомобили и фуры станут гораздо тщательнее проверять на соблюдение международных дорожных перевозок на территории Польши в первом квартале 2014 года. Об этом сообщает польская таможенная служба. Теперь при прохождении таможенного контроля будут проверять разрешение на международные перевозки по территории соседней республики. Пристальное внимание обратят и на соблюдение правил вождения русских водителей. Отследят и количество дней, проведенных в Польше. А также вес автомобиля, который въезжает в соседнюю страну. Все эти меры связаны с возможными пробками на российско-польской границе в зимний период. В Новый год в Новый дом. В начале 2014-го Первый городской канал переехал в новый офис. Сейчас мы находимся по адресу. Улица Дмитрия Донского, дом 42. Звонить же в редакцию вы можете по телефону. 555 085 512 966 512 967 В Кафедральном соборе Христа Спасителя теперь появился лифт. Для многих верующих, пенсионеров и инвалидов событие значительное. Ведь раньше для того, чтобы подняться к дверям храма, нужно было преодолеть несколько десятков ступеней. Грузоподъемность лифта около 630 килограммов. Начал он работать еще до Рождества. Так получилось, что то, что было раньше задумано, подъем на верхнюю часть на подиум храма с боковых лестниц, оказалось, что там угол этих лестниц слишком большой для подъема на коляске, к примеру. Поэтому надо было что-то такое делать другое. Лифт находится с северной стороны здания. Найти его можно по указателям. Отделочные работы снаружи еще не завершены. Но теперь пенсионеры, родители с колясками и инвалиды легко попадают внутрь собора. Массовое отравление японской кухней. Сразу 16 человек попали в больницу, отведав роллы в одном из ресторанов города. В столице страны по низким ценам программа субсидирования полетов возобновляется. Большие скидки и на ярмарки красоты и здоровья. У калининградцев остался один день, чтобы купить эксклюзивные товары на православной выставке. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Около 20 калининградцев провели свои новогодние каникулы не за праздничным столом, а на больничной койке. Обычный ужин в японском ресторане обернулся для них кишечной инфекцией. Не повезло тем, кто 2 и 3 января решил отведать роллы в заведение риса на Ленинском проспекте 42В. Теперь одной из самых популярных сетей нашего города грозит закрытие на три месяца. Спустя неделю двери ресторана по-прежнему закрыты для посетителей. Проверки до сих пор продолжаются. Специалисты уже настаивают на проведении ремонта. В то же время остальные рестораны сети работают в обычном режиме. В результате проверок специалисты Роспотребнадзора выявили целый ряд нарушений санитарного законодательства. Поэтому с 5 января работа ресторана временно приостановлена. По сообщениям ведомства у заболевших выделили сальмонеллез. Лабораторные исследования продуктов и обследования персонала продолжаются. По результатам исследований продукции установлено высокое микробное загрязнение и наличие бактерий группы кишечной палочки в части продуктов, используемых как компоненты при приготовлении роллов. У работников ресторана лабораторно подтвержден сальмонеллез. В суд Московского района направлен протокол об административном правонарушении с целью административного приостановления деятельности ресторана-бара «Ресо». В ближайшее время аналогичные проверки грозят всем ресторанам сети. Управление Роспотребнадзора уже обратилось в прокуратуру за согласование. Тем временем 14 калининградцев до сих пор находятся в инфекционной больнице. Теперь калининградцы будут под защитой радиолокационной станции. Летать в направлении Москвы и Санкт-Петербурга можно будет со скидками, а Литва отправит львиную долю своей продукции на азиатские рынки. Эти и другие не менее интересные новости вы увидите в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». В Калининграде в 2014 году установят радиолокационную станцию нового поколения, которая сейчас работает в режиме опытно-боевого дежурства. Об этом пишет «Интерфакт» со ссылкой на управление пресс-службой информации Минобороны России. К 2018 году ведут строй и другие станции на территории страны. Калининградцы снова получат возможность летать со скидками. Программа финансирования полетов «Москва-Калининград» и «Калининград-Санкт-Петербург» в обоих направлениях будет возобновлена. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Срок действий с 15 мая по 15 октября 2014 года. Стоимость билетов будет варьироваться от 3,5 до 3800 рублей в одну сторону. Литва выходит на рынки Малайзии и Африки из непредсказуемости и непостоянства российского рынка. До недавнего времени в нашу страну вывозилось вдвое больше продукции, чем в Латвию, Эстонию и Германию вместе взятые. Первым делом в Азию поедут литовские молоко, шоколад и удобрения, так как у этих товаров наибольший ВВП. По сведениям Литовской конфедерации промышленников, Литва создает около 40 общих проектов с Малайзией. Аэрофлот ужесточил правила провоза жидкостей на борту авиалайнера. Теперь, чтобы взять с собой лекарственные средства, потребуется доказать при досмотре его необходимость во время полета. Запрет поступил от Росавиации и связан с проведением Олимпийских игр в Сочи. В управлении МЧС России по Калининградской области сменилось руководство. Начальником ведомства стал Алексей Бирюков, ранее исполняющий обязанности начальника регионального управления. Напомним, в ноябре 2013 года суд Калининграда лишил свободы условно Юрия Чинчукова, экс-начальника МЧС, который незаконно израсходовал 74 миллиона бюджетных средств. Курсы валют на 10 января. Доллар США 33 рубля 15 копеек. Евро 45 рублей 7 копеек. Литовский лит 13 рублей 6 копеек. Польский злотый 10 рублей 79 копеек. Целебные травы, таежный мед и средства от нечисти. До закрытия самой полезной ярмарки в Калининграде остался ровно один день. Последняя в этом году рождественская выставка «Русский край-2014» работает в центре города. В этом году по традиции ее участниками стали гости из Центральной России, Греции и Палестины. Продукты и изделия этой ярмарки способны излечить от всех болезней недугов. Секрет долголетия знает Геннадий Обухов. В Калининграде он уже седьмой год и каждый раз привозит таежный мед. Этот мед, повышающий иммунитет, можно и аллергикам, и даже маленьким детям. Эффект белого пчелиного в красоте кожи, волос и ногтей. Его рекомендуют представительницам слабого пола. А вот мужчинам полезен мед с добавлением перги. Его принимают по чайной ложке один раз в день и строго натощак. Чтобы сохранить все полезные свойства, мед нужно ставить в прохладное место, учитывать нужно и емкость для хранения. Кадушечка березовая, береста, все вкусовые качества сохраняются. Никаких окислителей, никаких, все даже вкусовые полностью, что скачали непосредственно, когда медосборы произвели, все вкусовые качества сохраняются. Поэтому мы всю продукцию содержим в медовую кадушонках. И считается таежный мед, как экологически чистый продукт. Всего в ассортименте Геннадия 12 сортов. Помогут они и от сердечно-сосудистых заболеваний, и от проблем с печенью, и при простуде с инфекциями. Более широкий спектр действия у целебных трав, привезенных из Анапы. Они и тонус придадут, и помогут в борьбе с лишним весом. Правда, достигнуть такого эффекта можно, правильно заварив травяной чай. Чайная ложечка на стакан, стакан в течение дня пробивается. И самое главное свойство хорошей травы, она заваривается многократно. А если вы завариваете травку в термосе, то термос никогда не закрывается. Потому что травка должна дышать. Не заболеть в зиму помогут и настоящие оренбургские пуховые платки. Их стоимость от 2000 рублей. Заказать прямо здесь можно и молитву. Избавиться от злого духа в доме или на работе можно при помощи греческого ладана и специальных свечей монашек. Ну а самым лучшим средством от головных болей станет подушка из гречихи. Рождественская ярмарка закроется 10 января в 19 часов. В последний день торговцы обещают грандиозные скидки на все товары. Найдется здесь занятие и для детей. Маленьких посетителей ждет полупони по кличке Проза. Дарья Веклищ, Екатерина Калиниченко и Георгий Моторин. Служба новостей город. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Но я напоминаю, что все новости дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей город. Всего вам доброго и до встречи.